поздравляю вас первым достижением ничего страшного что у вас сначала что-то не получается ничего страшного что к вам приходят пустые каталоги с отказами вы чего-то не понимаете не знаете ассортиментом ничего страшного вы не знаете как отвечать на какие-то возражения которые ставят вас в тупик скорее всего ты уже научилась размещать заказ это не совсем сложно потому что у нас потрясающие каталоги и нужно разобраться в ассортименте продукции конечно когда ты только пришла в oriflame очень сложно сориентироваться во всем многообразие продуктов очень легко сделать выбор и купить ненужные продукты неправильные продукты которые тебе не подходит твоей коже лица не подходит что-то с макияжа то есть не тот оттенок поэтому рекомендую как только ты пришла в oriflame обязательно приобрести себе набор пробников потому что именно с ним ты протестируешь и поймешь какая же помада тебе идет под какую одежду какой тональности потому что вот даже сейчас у меня много помад в oriflame дело видео обзор я достала вот оттенок и я поняла почему я его не носила раньше почему я намазала и бросила и перешла к другим оттенкам то есть здесь надо пробовать тестировать посмотреть накрасить помаду сделать какой-то макияж сделать фотографию посмотреть как с разными оттенками тебе подходит когда начала работать в oriflame мне было очень сложно преодолеть комплекс личных продаж не был большой опыт я работала моделью не делали профессиональный вечерний макияж сама научилась делать потом я преподавала филиале модельного агентства макияж дефиле учила деток также потом когда я работала на основной работе бухгалтером финансистом я своим всем коллегам делала макияж часто делала вечерний макияж мне легко было показать и продать мои любимые продукты но предложив их на купи и заплати мне по полной стоимости я не могла для меня был барьер я думаю ну как же мне сделать так чтобы мою продукцию покупали автоматически я фишками такими пользовалась например на работе у вас перерыв когда вы законно можете использовать свое время либо пришли до начала работы вы кладете каталог открываете и начинаете выписывать коды продуктов которые вам нужны как правило проходящие мимо зеваки смотрят и говорят ой или вы видите взгляд такой заинтересованных вы говорите да я сейчас себе быстро выпишу заказы хочешь я тебе тоже дам каталог посмотреть и тут же зависимости от ситуации вы можете рассказать какие продукты себе заказывайте и так далее фишка номер два которая вообще классно работает это когда вы берете используете набор ваших пробников подходите и делать макияж коллективе выпопили чай ли подруга к вам пришла два оттенка помады либо там три пробника и сделали одним макияж посмотрели вы смотрели лёсечка помоги мне пожалуйста выбрать лучший оттенок помады какой мне больше идет раз делали макияж как первая помада как 2 как 3 естественно она должна быть со скидкой в этом каталоге и таким образом смотря на вас ваша люся тут же принимает участие тут же пробует красит эти помады тем самым получается покупки этих помад потому что дальше выбираются может быть другие вы достаете всю траншею пробников этого оттенка помад и вы с люсей выбираете и она как минимум закажет себе два оттенка потому что ну сложно выбрать один из двух потому что нравится как правило обе и здесь вот компания делать сейчас классные оттенки такие что подходит практически всем до под разное освещение разную одежду теплая гамма холодная гамма разное время года я очень люблю помады я не знаю сколько у меня штук и я все время их постоянно меняем также как я делаю я смотрю что в каталоге таком то есть например три аромата и говорю а мне компания и флэн дала задание нужно выбрать самый популярный аромат пожалуйста выбери один из трех который тебе больше нравится наносите в трех местах даете протестировать спрашиваете как тебе аромат какие впечатления на что похож аромат раскручиваете как он с чем он ассоциируется рассказывать какую-то легенду то что например знаете какую-то историю про афродизиаки что это самый классный крутой там дорогой аромат уходу за лицом когда вы знаете как правильно ухаживать за кожей лица задаете несколько вопросов наводящих меня есть такая фишка я рассказываю тест как правильно ухаживать за кожей лица и что 80 процентов случаев у женщин когда они пользуются серии они это вызывают преждевременное старение поэтому своим знакомым я как правило сдаю несколько вопросов как правило мы узнаем что они этого не делают что это преждевременное Старение Казалось, что может быть проще Два раза в день, утром и вечером Но вы знаете, как показала статистика И практика Порядка 40% женщин Очищают лицо так, что это приводит К преждевременному старению И потом еще спрашивают Почему крема не работают, серии не работают Ваша косметика неэффективна Умывают до сих пор мыло Оно нарушает водно-липидный баланс Оно пересушивает кожу так, что потом Это приводит к преждевременному старению Кожа, видя какой ущерб наносится Что она постоянно ее пересушивает Она начинает вырабатывать Еще больше социальных желез Секретов, то есть вы полностью Нарушаете весь цикл Восстановления клеток кожи И крема на такой коже, они не будут работать Они сначала будут Восстанавливать вот эту вот Пересушенность кожи и только потом Справляться с какими-то другими признаками Вторая одна из самых распространенных ошибок По уходу с лицом Это то, что очищение проводится всего лишь Один раз в день При помощи очищающих средств Это вечером Снятие косметики, казалось бы Но здесь все логично Очень часто задаются вопросом И, да почему, зачем мне очищать кожу Еще и утром Я же не нанесла косметику Или я на выходных была дома Я не красила, зачем мне два раза в день Умываться очищающим средством Если вы утром просыпаетесь И умываетесь просто прохладненькой водичкой То вы не сможете очистить Вот эти мертвые грязные клеточки кожи Как-то давно я уже услышала пример И он навсегда впечатался в моем подсознании Это вы можете сковородку Сполоснуть обычной прохладненькой водичкой Без очищающих средств Она очистится? Нет Хорошо А если кипяточка добавить Эффект увеличится? Может быть А вы вашу кожу можете умывать кипятком? Наверное, нет Хорошо А если вы в сковородку капните ферри? Она лучше очистится Конечно же, жир растворится И вам легче будет смыть Когда мы спим В нашем организме Ночью проходит регенерация Восстановление клеток кожи И мертвые клеточки, двигаясь в поверхности, отмирает Кроме того Кожное сало Вот этот вот жир В перемешку с пылью Соприкосновение с подушкой Вот это вот у вас вся грязь Остается с жиром Вот это вот на поверхности И еще один пример Прогорклое масло Когда вы оставите масло При комнатной температуре Скажем, на сутки Что с ним произойдет? Оно испортится? Или любой продукт Так вот, нам надо убрать Это прогорклое масло С нашего лица Очистить кожу Убрать грязь Слишни Излишки жира Чтобы подготовить кожу К нанесению Дальнейших срез Косметических Например, того же Дневного крема Либо тонального крема А многие поступают Как-то В принципе, что у меня Лицо чистенькое Немножечко водичкой Бах-бах-бах И вот на вот это Прогорклое сало Жир Грязь Пыль, которая Впечаталась Из подушки Все вот это Наносят Заклеивают Заклеят дальше Косметическими средствами В результате чего Логически Что происходит? Преждевременное Старение Почему у некоторых Серии по уходу За лицом Не работают И они говорят Фу, фигня Эта серия Действует Как обычный крем А может быть Даже еще Крема Искатываются Расскажу Такой вам Пример Представьте Ковер На ковер Мы нанесли Ну, с ворсом Крем Крем Дорогущий Скажите Этот крем Проникнет В основание Ковра Нет Что нужно сделать Чтобы крем Проник Нужно как минимум Счистить ворс Да Так вот Когда у нас Проходит Восстановление Регенерации Клеток кожи Клетки Находясь К поверхности Они у нас Мертвы И для того Чтобы крем Какой-то проник Нужно прежде всего Их убрать Когда вы Используете Крем На плохо Очищенную кожу Вот этот Дорогущий крем Он прежде всего Он питает Ваши мертвые Клеточки Бесполезные Клеточки Притом Ваши клеточки Находятся Неровно Здесь есть Здесь отшелушили Где-то потерли В общем Ваша серия Бесполезна Кроме того Они Эти клеточки Могут создавать Какой-то барьер Они скукожны Вот этот вот Толстый слой Который Не дает Проникнуть Ничему полезному Считайте Что вы Выбрасываете Деньги на ветер Поэтому Процедура Очищения При помощи Специальных Средств Очень важна Для меня Идеальный Скраб Это Скраб Серии На Ведж Он идет С молочными Кислотами Это молочно-фруктовые Кислоты Это сейчас Тренд Когда вы Потом Наносите Сыворотку Кожа Ну вот Ну невероятная Нежнейшая Классная Бокоочищения Проводить Два раза В неделю И средство Которое Я не обхожусь Уже несколько лет Нам его подарили Аппарат В Сингапуре А что он делает Аппарат Щеточка С крышечкой Мягкая Насадка А крышечка С такими Вот дырочками И аппарат Имеет Две скорости Включения В течение Минуты Вы Учаете Ваше лицо Средство Становится Более эффективным Которое Вы применяете Салонная процедура Отдыхает Разгоняет Крой Прилив Кислорода Клеточка Этот аппарат Я использую Через два дня Нам от компании Арифлейм Подарили Ночную маску Навыч Вот реально Крутейшая Мне кажется Это самая крутая Маска в Арифлейм Я вам обязательно Рекомендую Ну а я делаю Съемки Балкончика На лайнере Поговорим О косметическом средстве Которое Реже всего Используется Как показала Статистика Тоник Зачем он нужен У многих Стоит на ванной палочке Но тем не менее Пользуется редко Да может быть еще И один раз в день Не всегда два Бывало ли с вами такое Признаюсь Со мной часто Такое бывало Пока я не поняла Значение Этого Средства Оказывается Тоник Может в два раза Увеличить Действие Следующих Косметических средств Которые вы нанесете Почему Какая функция Тоник Первая функция Тоника Это Очищение Когда тоник Убирает Остатки Очищающего средства Которые могут Остаться на вашей Копере А поверьте Они на микроскопическом Уровне Остаются И где-то Это остается В виде пленочки И ваш крем Который вы Следом Несете Он просто Не будет работать Или Крем Питается Неравномерно Тут питает Там не питает В общем Опять же Деньги на ветер Учеными Косметологами Были проведены Исследования Насколько крем Проникает Глубже После использования Тоника Да Это подтвердилось С использованием Тоника Крем Впитывается Равномерно Без тоника Крем Впитывается Как-то Кусками Тут питался Тут не впитался А вам Нужно ли это Тоник Это как Транспортное средство Как маршрутка Которая Берет частички Крема И доставляет Его в нужные Слои кожи Подведу итог Если вы хотите Чтобы эффективность Крема снизилась В два раза Или вообще Крем не работал То Не пользуйтесь Тоником Стресс Загрязненность Окружающей среды Недостаток Сна И несбалансированное Питание Могут стать Причиной Преждевременных Возрастных Изменений Кожи На клеточном Уровне Кожа Выглядит Тусклой И усталой Экстракт Персидской Шелковой Акации Нейтрализует Молекулы Вызывающие Преждевременное Старение Клеток Возвращая Кожи Привлекательность Цвет Лица Улучшается Тон Кожи Становится Более Ровным Тру Перфекшн Настоящее Совершенство Исследования Показывают 4 из 5 Женщин Не выглядят На свой Возраст Инновационные Средства Навэйдж И коллаген Разработаны Для борьбы С основными Признаками Старения Кожи Появляющимися В период Возрастных Изменений С возрастом Уровень Коллагена В коже Снижается Это вызывает Возникновение Морщин Уникальная Запатентованная Трипептид Технология И экстракт Стволовых Клеток Посленовых Воздействует На клеточном Уровне Вместе Они активируют Синтез Коллагена В коже Более чем На 200% В результате Уровень Коллагена Повышается И морщины Буквально Выталкиваются Изнутри Клинически Доказано Морщины Сокращаются До 33% Через 12 Недель Мэтлифт Инновационный Прорыв В области Лифтинга Основная Проблема Кожи После 40 лет Потери упругости Фибробласты Стареют Теряют Гибкость И способность Синтезировать Эластин Уникальная Запатентованная Технология Аспарта Лифт Омолаживает Фибробласты На 20 лет Восстанавливает Синтез Эластина Подтягивает Контур Лица И сглаживает Морщины Клинически Доказано Кожа Становится На 70% Более упругой Комплексный Уход Алтимойт Лифт Гарантирует Реальный Результат Уже За 12 Недель Цена Одного Применения В день Это равна Чашечке Кофе После этого Я даю им Любимую Свою серию По уходу За лицом Оставляю На 2-3 дня Потом Каждый день Созваниваю Спрашу Ну что Ну как Как И как Правило Эту же серию Заказывают Либо Если совсем Бюджет Бюджет То Как правило Я показываю Каталог Серию Например Оптимас Более легкие Которые Например Крема со Скидочкой И что Можно Купить Поэтапно Но В любом Случае Я Перевожу На серию По уходу За лицом Прежде всего Поэтому Не бойтесь Делать Продажи И еще Чем больше Количество Каталогов Вы раздадите Тем больше У вас будут Заказа У меня Был такой Случай Я не помню Больше Чем 10 лет Назад Ко мне Пришла Одна из Подруг Знаете Есть такие Подруги Ноющие Которые Муж Козел Денег Не дает Денег На фруктов Денег Не хватает Вот То-то-то Постоянно На работе Вот И Ребенок Бегает Я помню Что мне Нужно было Срочно Что-то делать Работать Вот Чай Попили Раз Потом Она Приходит На следующий День Вроде Все Хорошо Но Вот Это Нить У меня Просто Честно Говоря Бесит Раздражает Когда Люди Ноют Говорят Я Хочу Денег У меня На тот Сейчас Делаю Эксперимент За полчаса Мне наверное Хватит Полчаса Я раздам 10 каталогов Вот Прямо У себя В подъезде Я выхожу Раздаю Каталоги Мне хватило 20 минут Потому что Ну да Есть квартира Кто не открыл Потому что Это было днем Кто-то открыл Я просто Раздала им Каталоги На следующий День Я сходила Она ко мне Опять же Пришла Опять начала Ныть Да Мы попили Чай Кофе Провели Замечательное Время Но когда Собрать Все эти 10 каталогов И не все Квартиры Открыли Но я помню Что я собрала Заказ И сумма Заказа Сумма Выгоды Состояла 300 рублей Это как Сейчас По нашим Временам Может быть Тысяча Рублей Полторы Тысячи Рублей Я говорю Вот эти Заработанные Деньги Просто достаю С кошелька На Держи Ты честно Заработала Посидела У меня Дома Вот твои Деньги В следующий Раз Тебе нужны Деньги Приходи Я тебе Дам каталоги К сожалению Я потеряла Подругу Больше Я ее не видела Наверное Она нашла Еще одни уши Кому можно Жаловаться Говорить Что муж Козел Денег нет Ну вот реально Ты просто Подними Свою жопу Раздай Каталоги Раздай Каталоги Я никакой Презентации Мне надо было Быстро Раздать каталоги И тут же Собрать каталоги Ребята Ну работают Каталоги Здесь такая Команда Классная Сидит Чтобы вот эти Вот вкусняшки Вам показать Ваши задачи Только раздавать Каталоги И относитесь К показам Каталогам К продажам Не ради Того Чтобы сделать Синиминутную Какую-то выручку Прибыль А для того Чтобы потом Найти этих людей Пообщаться Влюбить в продукцию Арифлейм Зарегистрироваться В компанию Арифлейм И они будут Из года Будут ее приобретать Так Одна из моих Историй Уже на 15-летней Давности Когда я дала Своей соседке Каталог Она работала Я ей сказала Что если ты Посмотришь Этот каталог И у тебя будет Заказ Больше чем на 1000 рублей Я тебе туда Продукцию По себестоимости Кстати Ты где работаешь А в школе Ну так вот Отдай в школиков Каталог Соберите вместе Заказ И тогда тебе Продукция Достанется Намного дешевле С 20% Скидкой То есть Например Твой заказ На 1000 рублей И дополнительно 200 рублей Ты можешь себе Выбрать Продукт Бесплатно Она приходит И говорит Ира у меня тут У меня тут подруга Такая классная подруга Она кстати живет В нашем подъезде Она заказала Такой большой заказ Она взяла Этот каталог И пошла Собирать дальше Заказы Ты с ней познакомься Но она просит Какую-то скидочку После того Как я встретилась С этой ее подругой Которая попросила Скидочку Я ей сказала Что давай Я тебя зарегистрирую В Арифлейн Так я познакомилась Со Светланой Волковой Которая потом Стала мне Кумой Подругой И в Сибирском Мы сделали Самый крутой товароборот Ничего страшного Что у вас что-то не получается Вы не знаете Как отвечать на какие-то возражения Которые ставят вас в тупик Нет денег Фу пробула На все-все аллергия И так далее На самом деле Это банальные возражения Отговорки Когда у людей Просто нет денег Я всегда говорю Это единственное Что тебя смущает в этом Или Скажи А если тебе Я сейчас дам каталог И скажу в подарок Выбери себе подарок На 2000 рублей Который я плачу Ты найдешь здесь продукты Которые себе закажешь Конечно же Конечно же Человек будет досконально изучать И на халяву он найдет Так проблема не в том Что это фигня Аллергия И так далее А просто у людей денег нет Или они ограничены в средствах Для того Чтобы быть успешным Нужно выучить Ответы на Однотипные возражения У меня нет денег На все-все аллергия Я подумаю Я чуть-чуть позже посмотрю Ну что еще бывает Ну в общем Выучите этот ответ на возражения Я просто расскажу Как правильно на них отвечать Когда мне говорят А Арифлейн Да я пробовал Заказывал что-то по каталогам Ну что-то как-то мне не очень Так вот Если вы не пробовали серию На Вэдж Полностью серию комплекс Использовали ее 12 недель И когда вы как минимум 4 месяца Использовали этот продукт После этого Вот Если вы это не попробовали В Арифлейн Это значит Вы вообще ничего не знаете О шведском качестве Вы вообще не знаете Потому что вот это Самые мега крутые продукты Это самый инновационный Вэллэс Коктейль разрабатывали 7 лет Так и как эту серию В компании Арифлейн Работает 300 ученых Которые постоянно тестируют Разрабатывают какие-то формулы Что-то улучшает Все то что есть Трендовое По уходу за лицом Тут же компания внедряет Когда мы покупаем продукты питания Большая часть из них Когда мы едим Уходит в унитаз Банально это не звучало Но это так Потому что Нашему организму Нашей крови Клеточкам Нужны только питательные вещества Все остальное Оно выбрасывает Так вот Если вы используете Такие витаминки Одно саши Четыре витаминки Плюс одна порция Коктейля Воллэс Пэк Это как равноценно Шести с половиной Килограммов продуктов Я как-то считала Рассказывала девчонкам На вебинаре Я считала Что одна порция витаминок А также порция коктейля Это 130 рублей в день Скажете Да, это дорого Но в то же время Если собрать Аналог тех продуктов В которых содержатся Витамины и минералы Это шесть с половиной килограмм И вы приобретаете Это практически на тысячу рублей Тем самым вы экономите Зайдите в ютуб Просто наберите Историю Велнос Орифлейм Похудение Как справились С какими-то там Заболеваниями Все будут просто в восторге Потому что Это самый крутой продукт Орифлейм И если вы это не пробовали Значит вы не знаете Вообще Что такое Орифлейм Что такое Настоящее Шведское качество Конечно же Детские витаминки Можно сэкономить на всем Но на иммунитете Деток Я считаю Что нельзя Тем более Если у вас Детишки ходят В садик Ходят в школы Я желаю вам успехов Достижения мечт И все у вас получится Вы идете в правильном направлении Успехов вам Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok